Доклад о причинах крушения Боинга под Донецком был обнародован на неделе. В России результаты расследования Международной комиссии вызвали не просто массу споров. Это было скорее недоумение, ведь комиссия работала больше года. Ее выводы ждали, ведь вне зависимости от политики, физика есть физика, баллистика есть баллистика. Но в результате вопросов вновь больше, чем ответов. Комиссия подтвердила, что Боинг был сбит из установки БУК и даже назвала марку ракеты. Но место выстрела обозначено как район в 320 квадратных километров. Производитель БУКов, концерн «Алмаз-Антей», параллельно вел свое расследование, пойдя на беспрецедентный шаг. Натурные испытания, как выглядела бы, если бы в Боинг попала стоящая на вооружении российской армии ракета. И это чистая баллистика. Боеприпасы для российских БУКов начинены поражающими элементами в виде двутавров. Они оставляют отверстия в виде так называемой бабочки. Это своеобразное клеймо, которое не заметить невозможно. Но на фюзеляже малазийского Боинга бабочек не нашли. А судя по результатам натурных экспериментов, их должно было бы быть сотни. Там, уверяют в концерне, отверстия обычные от боеприпасов, в России давно списанных. Мой коллега Антон Верницкий читал отчеты, сравнивал и пытался разобраться, почему базовые для любой баллистической экспертизы доказательства не хотят видеть эксперты. Вот так, без компьютерной графики, мультипликации и прочих современных телевизионных уловок выглядит настоящий взрыв настоящей ракеты у самолета. Натурный эксперимент концерна «Алмаз-Антей» показал, что происходит при подлете к цели ракеты БУК. Снаружи в корпусе сотни отверстий от осколков, внутри за долю секунды месиво и забломку. Эксперимент этот нужен был не для того, чтобы показать обывателю ужас, который испытали пассажиры разбившегося самолета. С этим с успехом справилась комиссия голландская, превратив свой доклад в шоу, где в затемненном ангаре профессионально подсвеченный для большего впечатления стоял остов кабины пилотов. Точнее, остатки того, что голландцы, распилив, вывезли с места крушения. Полностью выложить, как говорят специалисты, самолет, то есть восстановить хотя бы его контур, голландцам так и не удалось. В результате обломки крильев с характерными осколочными пробоинами были сложены в отдельном помещении, и в шоу-программе голландцев задействованы не были. Эти два отчета российского концерна «Алмаз-Антей» и Международной комиссии под руководством Нидерландов как «Земля и небо» из общего лишь малазийский «Боинг» рейса MH17, сбитый над территорией Украины. Все остальное – экспертизы, вещдоки, расчеты, аргументация – разные. Разные настолько, что Россия назвала отчет голландцев не анализом, а подгоном доказательств под уже заранее назначенную версию. Уровень нелогичности в отчете, ну, извините, просто зашкаливает. Отчет не изобилует фактами, подтверждающими полноценность и достоверность проведенного расследования. Складывается впечатление, что вместо последовательного анализа объективных данных комиссия занималась подгоном доказательств под заранее выбранную версию. Олег Старчевой представлял Россию в комиссии по расследованию катастрофы «Боинг». Причем участвовать в ней нашу страну, по его словам, попросили сами голландцы. Изначально нам отводилась роль поставщика информации. То есть всю информацию, которую у нас запрашивали, мы предоставляли в комиссию. Но неожиданно сотрудничество было практически свернуто, как только Россия предложила еще и свою экспертную помощь. Что логично, ведь по одной из версий самолет был сбит ракетой «Бук». И самое простое было обратиться к разработчикам этой ракеты, российским оружейникам, за характеристиками анализом осколков, взрывчатого вещества. Но голландцы от этого отказались категорически, что выглядело более чем странно. В дальнейшем расследование превратилось в попытки комиссии найти хоть что-то для обвинения России в катастрофе. Но всякий раз это разбивалось об аргументированную позицию наших экспертов. Олег Старчевой, согласившийся на это интервью уже после окончания работы голландской комиссии, до этого что-либо сообщать прессе он не имел права, таковы условия ИКАО Международной организации гражданской авиации, рассказал нам, как все примерно происходило изнутри. Предварительные результаты исследований, закрытые для общественности, у специалистов были. Вот в июле концерн «Алмаз-Антей» проводит математический анализ разлета осколков в случае, как на том наставили голландцы, выстрела бука из района деревни Снежной, в то время занятой ополченцами ДНР. То есть прямо по курсу самолета. Но расчеты показывают, что в таком случае не должна быть повреждена только левая сторона. Крыло, двигатель, кабина, хвостовое оперение. Пробойны обязательно должны быть и справа, но их нет. Нет. Голландцы вроде бы согласились и даже нарисовали мультик для итогового доклада с ракетой, подлетающей справа, то есть со стороны села Зарощинского, где стоит украинская армия, а не Снежного. И потихоньку убрали из документов само слово «снежное». Зато добавили занимательную графику, где намеренно ли, случайно ли, но переместили часть населенных пунктов. Вот эта графика. На 146-й странице голландского доклада. В синей рамке вероятный район пуска ракеты по Боингу, рассчитанный «Алмаз-Антейм». Как отмечено по данным, которые предоставила нидерландская сторона. Черным обведена зона, которую рассчитала Международная комиссия. Лиловая – украинская сторона. Тут же отмечен город Торес. Левее это важно. А вот материалы из доклада специалистов «Алмаз-Антейм». Но здесь Торес намного правее. Участок местности, указанный в окончательном варианте отчета Международной комиссии на странице 146, как район пуска ракеты, якобы соответствующий расчетам концерна ПВО «Алмаз-Антей», территория, расположенная к юго-востоку от Тореза, не обозначался как таковой ни в одном из документов, направленных концерном в адрес голландской стороны. Об этом подлоге российская сторона узнала лишь после того, как голландская комиссия опубликовала свой отчет. Но и до этого было множество, мягко говоря, неточностей. Так было сообщено, что только у России есть ракеты с поражающими элементами в виде двутавра, или бабочки, как называют это специалисты. Вот так они выглядят. Самолет был пробит сотнями высокоскоростных объектов, имеющих форму куба и бабочки. Много осколков было найдено в телах членов экипажа, находившихся в кабине пилотов. Некоторые осколки были в форме куба и бабочки. Но и здесь прокол из сотен, как было сказано в отчете голландцев, высокоскоростных объектов в виде бабочки, многие из которых якобы найдены в телах экипажа, российским экспертам представили почему-то лишь один. И то, достав его откуда-то лишь спустя полгода после катастрофы. Первым поражающим элементом, который нам был представлен, это был ржавый двутавр, найденный в конструкции воздушного судна. Вызывают вопросы, где этот элемент был найден, где он лежал, почему он так прожарел, почему он потерял столько вес. Двутавр этот действительно почему-то весит почти в два раза меньше тех осколков, что были найдены концерном Алма-Сантей после экспериментального взрыва. При этом ни одного отверстия в виде бабочки на корпусе малазийского Боинга нашим экспертам в Голландии так и не показали. А вот на обломках были обнаружены или показаны вам в виде двутавров отметины? Этот поражающий элемент, как я говорил, оставляет четкий след, проходя через препятствия. Таких следов ни на внешней обшивке, ни внутри воздушного судна не обнаружено. Ни одного. Зато во время натурного эксперимента, который Алма-Сантей проводил с той самой боеголовкой, на которую указывали голландцы, пробоин было сотни. Вот для сравнения. Слева кабина малазийского Боинга. На ней действительно множество следов от осколков, но ни одного в виде бабочки. Справа кабина самолета, который во время эксперимента был обстрелян буком, и множество характерных пробоин от двутавров. Именно такие отверстия должны были быть на корпусе самолета Боинг-777, если бы он был поражен зенитной управляемой ракетой комплекса БУК-М1. Потому что только в ракете 9М38М1 используются поражающие элементы в форме двутавра. И в этом главное отличие устаревшей ракеты 9М38, которой, как доказывают российские эксперты, был поражен малазийский Боинг от более современной с литерами М1 на конце. У одной устаревшей поражающие элементы прямоугольники, у другой, то, что взорвали на испытании, двутавры. Но самое главное, около 500 устаревших ракет 9М38 с прямоугольными поражающими элементами до сих пор стоят на вооружении украинской армии. Последняя такая ракета такого типа была выпущена в Советском Союзе в 1986 году. Решением генерального конструктора ракеты окончательно безопасный срок данного типа ракет с учетом всех продлений был определен в 25 лет. У нас есть протоколы по этому поводу. После чего их использование было запрещено и ракеты были сняты с вооружения российской армии. И этот довод голландские эксперты, услышав, не приняли во внимание. Тут же переключившись еще на одну, якобы неожиданно, буквально на днях, в сентябре, найденную, причем в обломках перевезенного в Голландию самолета деталь, части ракеты «Бук». Были обнаружены следы краски, совпадающие с краской на фрагментах ракеты, найденных на месте крушения, а также на фрагментах ракеты, найденных в кабине пилотов и в левом крыле. Российская страна предлагала свою экспертную оценку вот этих ракет, обломков ракеты. Нам, к сожалению, были предоставлены только фотографии пяти частей этих найденных обломков. Почему российских экспертов не допустили до такого важного вещдока? Один из основных, но не последних вопросов. Именно их и задавал Олег Старчевой в своем письме президенту Международной ассоциации гражданской авиации, утверждая, что расследование идет далеко не по правилам ИКАО. И с первого дня преследует лишь одну цель – обвинить во всем Россию. Об этом письме на прошлой неделе сообщила малазийская газета «Ньюстрейдс Таймс». В письме, так и незамеченном на Западе, Старчевой спрашивал, почему комиссия упорно не желает рассматривать радио и телефонные переговоры диспетчеров с военными Украины, а также с экипажами сингапурского и индийского рейсов, летевших чуть ли не в прямой видимости от малазийского Боинга. Ведь сам факт этого голландцы не отрицают. Тогда над простреливаемой, но не закрытой украинскими военными территорией пролетело вообще около 160 рейсов. Последняя, правда, заинтересовала комиссию из Голландии. За месяц до катастрофы по меньшей мере 16 военных самолетов и вертолетов были сбиты на востоке Украины. Украинские власти знали об этом. Они признавались, что в зоне конфликта применяется оружие, способное сбивать авиалайнеры. Но, несмотря на это, не закрыли воздушное пространство. Куда жёстче при этом высказываются адвокаты погибших пассажиров малазийского рейса. Практически сразу после выводов голландской комиссии о незакрытом воздушном пространстве появились заявления о начале подготовки исков против Украины. Открывая своё воздушное пространство для гражданских авиаперевозок, правительство Украины или любой другой страны обязуется отвечать за его безопасность. Если же они не могут контролировать территорию своей страны, поскольку там происходит военный конфликт, они должны закрыть своё воздушное пространство. Украина этого не сделала. Именно на этом основании мы предъявляем свой иск. По всей видимости, они не знают, в чём заключаются их обязанности. Это просто позор. Но Запад и на это не отреагировал. Зато там цитировали небезызвестную Викторию Нуланд, помощника госсекретаря США. Ту самую, что раздавала пирожки на Майдане. Она не скрывала, что заранее знала всё о том, что напишет Голландия в своём отчёте. Мы рассчитываем, что Нидерланды обнародуют результаты расследования через неделю или 10 дней. Мы уверены, что то, что сказал госсекретарь Керри через три дня после атаки, подтвердится в плане того, кто ответственен за это нападение и за вооружение, которое были задействованы. Госсекретарь США Керри, напомним сразу же после катастрофы, не дожидаясь даже начала расследования, возложил вину на Россию. При этом Запад всю неделю, предшествовавшую опубликованию отчёта, усиленно готовил общественное мнение, вытаскивая на свет псевдоэкспертов с Украины, сообщавших, что вот-вот будут предъявлены свидетели катастрофы. Один из них, бывший сотрудник СБУ по фамилии Вовк, проанонсировал даже спутниковые снимки момента взрыва самолёта. Понятно, что ни того, ни другого так и не произошло. А уже после опубликования отчёта, неожиданно резко высказался министр иностранных дел Голландии, который для чего-то безуспешно, по его словам, пытался связаться с Сергеем Лавровым. «У меня создаётся впечатление, что русские напускают туман». В российском МИДе уже отреагировали на это, посчитав, что такая реакция голландского чиновника связана с тем, что доклад о Боинге содержит много неудобных для его авторов вопросов и замечаний. И касаются они прежде всего итогов натурных испытаний, проведённых российским концерном ПВО. К нашему большому сожалению, никто из комиссии не приехал на эти испытания. Тем не менее, у нас есть права на сегодняшний день потребовать возобновления расследования. И я надеюсь, что прежде всего через Международную организацию гражданской авиации ИКАО будем доставлять эти данные в комиссию и требовать их анализа. Таким образом, подводить итоги работы голландской комиссии рано, даже несмотря на то, что её выводы сами голландцы признали окончательными. Добавив, правда, что разбираться в том, кто же стрелял по самолёту, будут позднее. И уже другие люди в рамках заведённого уголовного дела. Антон Верницкий, Наталья Голубь, Виталий Зайцев. Первый канал. Антон Верницкий, Наталья Голубь, Виталий Зайцев. Антон Верницкий, Наталья Голубь. Продолжение следует...